добрый вечер уважаемые телезрители сегодня на бирже был достаточно интересный день месяц подходит концу день был достаточно интересный ну во первых главную историю которую муссировали весь день эта история про хедж-фанд архигас архигас имел от 10 до 20 миллиардов долларов которыми они торговали но они использовали маржин и они использовали маржин в пять раз больше то есть они до 70 торговали до 70 миллиардов долларов и когда биржа развернулась и пошла в отрицательное направление у них были маржин коллс и многие банки должны были продать позиции которые были у архигаса и многие банки потеряли на этом деньги правда голдман сакс сказал что это будет незначительно и не будет иметь практически никакого значения для квартальных отчетов одно значение но отчет это будет иметь значение для кредит свис будет иметь значение и для намура японского банка и это сегодня обсуждалось банки сегодня были не на высоте не на высоте голдман упал сегодня на пол процента джейпи морган упал сегодня на полтора процента это была главная история вторая история которую все сегодня обсуждали это корабль который перевозит грузы называется он evergreen название корабля стоял поперек суэцкого канала и не мог сдвинуться с места из-за большого ветра его развернуло и корма дотрагивалась до одного борта канала а перед корабля дотрагивался до другого борта и в сине канала и все было остановлено движение и огромное количество кораблей было не могли пройти стояли и ждали многие корабли пошли во вход через африку что удвоила проход стоимость прохода до пол миллион до 500 тысяч долларов то есть до 500 тысяч до до пол миллиона долларов дополнительные затраты но сегодня evergreen сдвинули с места и он пошел и на этой ноте текстейнер дошел и поднялся больше чем до 30 долларов текстейнер это команда компания которая продает контейнеры но потом они постепенно упали и текстейнер закрылся минус 3 и одна десятая процента тем не менее тем не менее день день был достаточно хороший индекс джонса поднялся на 98 пунктов мы закрылись на рекордной отметке новый рекорд 33 тысячи сто семьдесят один плюс треть процента стендартен пульс 500 немножко упал минус три пункта три тысячи девятьсот семьдесят один конечная остановка минус одна десятая процента нас докупал на семьдесят девять пунктов тринадцать тысяч шестьдесят минус шесть десятых процента раз в 2000 потерял два и восемь десятых процента и транспортный индекс минус пол процента нефть 61 доллар 62 цента за один баррель золото 1709 долларов 80 центов серебро 24 72 платина 1179 20 фунт меди 100 и 404 и палладий 2561 доллар за одну унцию один евро равен доллар . 18 пятилетние госбумаги дают 0.891 за 10 лет госбумаг можно получить 1.715 30-летние госбумаги дают 2.414 за границей сегодня англия небольшой минус франция плюс четыре десятых процента германия плюс почти пол процента и швейцария минус четверть процента в азии японский никей поднялся на семь десятых процента шанхайская биржа плюс пол процента гонконгский хонсен без изменений из дополнительных главных новостей которые сегодня тоже обсуждались боинг боинг поднялся сегодня на 2.3 процента боинг подписал договор south west airlines на доставку 100 737 максов причем у south west есть еще опшен опцион купить дополнительные 155 самолетов это очень хорошо и для south west и еще лучше для боинга во первых боинг поднялся во вторых south west рассматривал вопрос чтобы купить airbus но вернулся обратно к боингу тем самым сказал что для них самые хорошие самолеты это боинг на самом деле 737 максы это очень прибыльные хорошие самолеты и для боинга и они очень эффективные в полетах для аэролинии поэтому это хорошо обеим компаниям airbnb сегодня поднялось на 4.6 процента johnson & johnson поднялся на 2.3 процента united health был в плюсах семь десятых human и четыре десятых процента cost к плюс один и одна десятая процента netflix поднялся на один и одну десятую процента после после того как рейтинг netflix а был поднят до покупать facebook прибавил 2 и три четверти процента тоже один из инвестиционных банков сказал что их надо покупать nxp semiconductors минус 2 и 4 amazon поднялся на восемь десятых процента разговоры о профсоюзах в алабаме продолжается естественно компания не хочет amazon не хочет чтобы был создан профсоюз потому что они боятся во первых это им не нужно во вторых они появятся эффект домино что если в одном штате будет созданы профсоюзы то и в других штатах будут тоже созданы профсоюзы amazon это компания которая наняла на работу больше всего людей в америке естественно они хотят чтобы все все шло так как идет сейчас microsoft минус пол процента вот пожалуй все самые главные новости на сегодня эта передача не является руководством к инвестированию для конкретных действий пожалуйста обратитесь к вашему финансовому консультанту или звоните к нам в raymond james мы будем рады вам помочь всем хорошего успешных вам инвестиций доброго вечера будьте здоровы